В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Александра Дементьева. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. Уже в первом квартале 2022 года с полок магазинов может начать исчезать хлеб из-за значительного повышения себестоимости и убытков, связанных с подорожанием энергоресурсов. Такой неутешительный прогноз делают сами производители. В кабинете министров уже планируют ограничить повышение цен на хлебобулочные изделия, а также ввести граничный уровень стоимости газа для нужд пекарень и заводов. Про критическую ситуацию в отрасли говорят производители хлеба уже по всей Украине. Среди основных факторов кризиса называют подорожание газа. Минимальная цена, по которой на сегодня можно закупить газ, это 45,5 тысяч гривен. 45,5 тысяч гривен – это рост на 50% от той цены, которая даже была в декабре. Сейчас самый дешевый хлеб одесский в среднем стоит 13 гривен 90 копеек за буханку. Теперь производитель вынужден поднять цены на продукцию минимум на 12%. Тогда ценник изменится по меньшей мере на гривну. Минимум сейчас цена на зерно там 350 и выше долларов за тонну в порту. Это значит, что цена на муку должна быть более 13, а то и 14 тысяч гривен за тонну, если мы переведем в гривны. И массовый хлеб, такой как обеденный в частности, является для нас на сегодняшний день уже убыточным, только на основании того, что мука очень дорогая. Риска остаться без хлеба до Рождества нет, но после праздников уже могут начаться перебои. Производители говорят, для решения проблемы нужно привлечь местную власть. От хлебозавода направили письмо в обл. администрацию и мэрию. Тем временем в Кабмине планируют ограничить стоимость газа для хлебозаводов на уровне 25 тысяч гривен за тысячу кубометров. Без изменений в апелляции оставили меру пресечения для заместителя мэра Одессы Олега Брындака. Напомним, его подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями и участии в схеме с выделением почти 16 гектаров под застройку. В результате чего бюджет города потерял более полумиллиарда гривен. Ранее, 10 декабря, Высший антикоррупционный суд арестовал Брындака на 60 суток с возможностью внесения залога почти в 25 миллионов гривен. Подозреваемый правил в СИЗО несколько дней, после чего залог внесли якобы родственники Брындака. Для того, чтобы апелляции на инстанции, это же большие суммы, это же не то, что 100 гривен или 200. Она не может на миллион, она должна установить явную несправедливость судового решения. Мне же нужно аргументовать, чтобы изменять и скасовать. Это же не просто проговорить и поговорить. Из-за шквальных порывов ветра и обледенения без света остаются 20 населенных пунктов в области. Об этом сообщают в ДТК Одесские электросети. Больше всего пострадали и Белгороднестровский, Одесский и Раздельнянский районы. Аварии продолжают ликвидировать 30 бригад. Это более сотни работников и 30 единиц техники. Из-за непогоды энергетики также попадали в снежную ловушку. Понадобилась помощь спасателей и спецтехники. В целом, за первую половину дня сотрудники ГСЧС извлекли из заносов четыре машины, среди которых и грузовик. Также оказали помощь шести людям в Березовском, Подольском и Одесском районах. В целом, как сообщает служба автомобильных дорог в Одесской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Более 85 единиц спецтехники продолжают очищать дороги от снега и обрабатывать покрытие противогололюдными материалами. Під ранок ситуация трошки покращилась, погода вирівнялась. Був там ще один снежок, скажімо так, який тільки прочищено вже дорогу М-05 Київ-Одеса в районі Старих Маяк та Кривого озера вже було розчищено, як він знову під ранок пішов і підсипав. Продовжимо працювати. Я думаю, що в разі, якщо не буде більше якихось складнень, а вони поки що, за прогнозом, не передбачаються, то можна буде вже повністю відновити комфортний, безпечний, сухий рух під вечером. Суціальну працючню для бездомних открыли в прийоті Деполь на Дальницькій. Кроме того, к заведенню подвели собственное водоснабження і закупили стулья і столи для ожидання. Подробності смотрите дальше в сюжеті. В приюте для бездомних Деполь на Дальницькій открыли соціальну прачечну. Каждий день через баню заведення проходять не мене 15 нуждающихся. Поэтому одной стиральной машини, которая находилась там до того, було мало. В комплекте со стиральними машинами закупили і сушилки, щоб бездомні могли выйти із приюта на мороз в сухих вещах. І потрібно нам просто закупати одяг, закупляти. І тут, тому що бракує, бракує нам фінансів. Ми подумали, що так насправді власний проблем може бути вирішений тоді, коли людина приходить, вона купається в бані і зможе собі не тільки постирати, але зразу і посушити цей одяг, який ще в доброму стані. Яким ще може людина і хоче користуватися. Ці пральні машини, які були закуплені завдяки нашим польським друзям, вони в першу чергу призначені для бездомних з вулиці. Ті, що приходять з вулиці, але ми маємо розуміти, ці люди не мають місця, де голову прихилити. І, як кажуть, все своє ношу з собою. І для них дуже важливо не тільки пральна машина, сушарка, щоб людина прийшла, взяла або свій одяг, або той другий брудний одяг, що при ній віддала нам. Ми його попрали, посушили. Більше двух лет назад Сергей попал в аварию і остался без ноги. Впоследстві вже не в сустоянии работать, потерял кров. Несколько недель назад нашел себе убежище в деполі. Вместе с ним в комунате проживають ще 9 бездомних, тому, щоб постирати одежду, приходилось займати місце в очереди. Я попал в 19-м году в аварию і, ну, був в реабілитационному центру. Ну, так сложились обстоятельства, що, ну, я попал на вулицю. О приюте мне возле церкви рассказала, ну, человек, що я можу прийти сюди, там, побриться, помыться. Сам приют финансирує Министерство іностранних дел Польщи. Кроме двух новых стиральных машин и сушилок, заведению провели водоснабжение, которого не було до этого. Закупили новые фены и стулья со столами, чтобы люди могли в комфорте ожидать, пока їх вещи постирають і просушат. На все це поляки виделили приюту 27,5 тисяч евро. Евгений Меглий, Евгений Ищменцев, 7 канал. 30-й юбилейный трамвай «Одиссей» представили сегодня в Одесском депо. Вагон будет курсировать по седьмому маршруту от ТЦ «Суворовский» до Пересипского моста. Общей сложностей его сборка стоила около 8 миллионов гривен. Большую часть средств выделили из городского бюджета. Частично затраты взяло на себя КП «Горэлектротранс». Мы начали модернизацию трамвайных вагонов с 2016 года. Тогда сумма модернизации одного трамвайного вагона была в районе 6,5 миллионов гривен. Сейчас она, по-моему, в районе 7,5-8 миллионов гривен, что существенно дешевле, чем покупка новых трамвайных вагонов на рынке. И таким вы видели этот день. Сегодня корреспонденты седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова